Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. По-прежнему нужно соблюдать гигиену, социальную дистанцию, масочный режим, о том, как протекает омикрон и сколько длится карантин, рассказали в Роспотребнадзоре. Как обезопасить себя и свои финансы, о кибермошенниках, об их новых схемах обмана, добропорядочных людей, смотрите в репортаже Вестей. Направление народной программы партии «Единая Россия» в сфере образования, о том, как они работают, говорили участники «Круглого стола» в общественной палате. Кто самый эрудированный в Крачево-Черкесии? Восемь команд из разных вузов и представителей молодежных движений приняли участие в Лиге эрудитов. Сегодня главный санитарный врач Крачево-Черкесии Сергей Бескокотов рассказал о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса на территории республики. Он еще раз сказал, что всем гражданам следует неукоснительно соблюдать меры профилактики в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и следить за гигиеной рук. Сергей Васильевич еще раз напомнил о том, что при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией, даже в случае легкого недуга, необходимо обратиться за консультацией к медицинскому работнику. Также он отметил, что все заболевшие новым штаммом омикрон изолированы, лечатся амбулаторно. Ситуация под контролем подытожил руководитель управления Роспотребнадзора по Крачево-Черкесии. С сегодняшнего дня находиться дома, если вы были в контакте с больным новой коронавирусной инфекцией и соблюдать режим самоизоляции необходимо 7 суток с датой последнего контакта. Это касается всех, кто получил постановление или устный телефонный звонок о том, что он был в контакте и ему нужно находиться дома. Это касается медицинских работников, контактных больных в лечебных учреждениях, но и всех остальных, кто контактировал с инфекционным больным. В нашей республике, начиная с второй недели этого года или первой рабочей недели, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Если сравнить с цифрами заболевших, которых мы выявляли в течение суток до конца этого года и в начале этого года, то заболеваемость у нас выросла более чем в два раза. И, к сожалению, этот рост сейчас продолжается. В Крачево-Черкесию поступили первые 480 комплектов вакцины «Спутник М», предназначенные для детей от 12 до 17 лет. Как сообщили в оперативном штабе, сегодня в республике выявлено 104 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 34 тысячи 8 человек, из них 30 тысяч 673 выздоровели, 309 человек госпитализированы. Кибермошенники продолжают изобретать все новые схемы обмана допропорядочных людей и не прекращают наращивать потенциал своего технического арсенала. Правоохранительные органы и специалисты финансовой сферы призывают граждан быть максимально бдительными при поступлении подозрительных звонков и не вестись на уловки злоумышленников. Как обезопасить себя и свои финансы в материале Ахмата Халкечева. Самая распространенная схема обмана кибермошенников – это когда злоумышленники звонят на телефон и представляются сотрудниками МВД, других правоохранительных органов или службы безопасности вашего банка. Собеседнику говорят, что с его банковского счета были зафиксированы попытки подозрительных операций и просят оказать содействие в поимке преступника. Если мошенникам удается убедить жертву в реальности придуманной ими же истории, они выманивают персональные данные и другие сведения, которые им нужны для хищения сбережений. В иных случаях потерпевших убеждают перечислить свои деньги на некий безопасный счет, с которого уже реальные преступники и забирают чужие деньги. В подобных случаях необходимо прервать разговор, связаться с дежурной частью подразделения, где якобы служит указанный собеседником сотрудник, и уточнить, действительно ли он проходит там службу. Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о счетах и банковских картах. У кибермошенников очень продуманная и хитрая схема. Как правило, псевдоработники банка звонят человеку именно в такой момент, когда он находится в наиболее расслабленном состоянии. Вначале ведут тонкую психологическую игру, чтобы нагнать больше страху. Наши коллеги, журналисту Шахризи Богатыревой, тоже позвонили якобы из банка ранним утром выходного дня. На другом конце мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, с тревожным голосом сообщил ей, что ее банковские счета взломали преступники и пытаются оформить на нее кредит. Опытный журналист хоть и была наслышана об уловках и психологических приемах кибермошенников и сама не раз писала об этом, чуть была и сама не стала жертвой. Меня спасли в первую очередь чуткий лингвистический слух и не совсем логичные действия преступников, рассказывает она. Мы сказали, что вот эти преступники хотят взять на мое имя 200 тысяч рублей, вот, и я все, что могу сделать, взять ответный кредит, тем самым, если будут браться два кредита, два кредита не будут одобряться, а мы сделаем все, чтобы ваш кредит прошел, а чтобы вот быть абсолютно спокойными, вы эти деньги должны перевезти нам. И вот сейчас с вами будет говорить там какой-то следователь Карпенков, сказал мне этот сотрудник банка по фамилии Островский, вот, ну уж, знаете, что меня вот все время настораживало, это был чистый русский говор, но это был не говор Юга России. Для того, чтобы как можно больше людей могли просвещаться и не попадаться в сети злоумышленников, Банк России разработал сайт Финкульт.Инфо, адрес которого вы видите на своих экранах. На данном ресурсе самая актуальная информация о новых мошеннических схемах и способах защиты от них. Представитель кредитной организации либо правоохранительных органов никогда не будет требовать от вас сообщить данные вашей карты или перевести денежные средства. Ключом к доступу к вашим средствам может являться информация, которая содержится непосредственно на карте. Это CVV-код, три цифры, которые расположены на обороте карты и информация о сроке действия карты, которая указана на самой карте. Нужно быть также особенно внимательна к информации, которая поступает вам из банка в виде смс либо пуш-уведомлений и содержит коды и пароли. Первое, что должен сделать каждый, чтобы обезопасить себя, не принимать звонки с подозрительных номеров. Но в последнее время злоумышленники начали пользоваться программами, которые могут дублировать телефонные номера банковских служб. В этом случае необходимо незамедлительно завершить разговор и самим связаться со своим банком и полицией. Ахмат Халкечев, Максим Долгов, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok Температура ночью минус 5, минус 7, а днем минус 1, плюс 1. Ночью и утром на дорогах гололедица. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Продолжаем выпуск. Укрепление кадрового потенциала и наращивание материально-технической базы вузов, увеличение бюджетных мест по социально востребованным профессиям и инженерно-техническим специальностям – все это направление народной программы «Партия «Единая Россия». О том, какие из мер работают в регионе, говорили участники «Круглого стола» – депутаты парламента, представители Министерства образования и науки республики, вузов и СУЗов. Подробности у Мурата Джанкезова. Региональный координатор партийного проекта «Новая школа «Единая Россия» депутат парламента Татьяна Черняева, открывая встречу, отметила, что в ближайшие два года дополнительно будут направлены федеральные субсидии на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов для качественной подготовки будущих учителей и увеличения бюджетных мест. Такие задачи – обеспечение равного доступа, получение высшего образования для всех – учащихся, студентов, колледжей, а также людей разного статуса, из разных населенных пунктов, чтобы каждый человек в нашей стране мог иметь доступ к высшему образованию. Также вузы будут получать гранты на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. Мы с вами видим, что у нас идет старение кадров. Идет старение кадров, нам необходимо обновить, необходим качественный состав, а для этого нужно менять методики, программы обучения в высших учебных заведениях. Мы с вами знаем, вы над этим работаете, вы знаете. По инициативе «Единой России» в федеральном бюджете предусмотрены средства и на капремонт общежитий вузов. Однако учебные заведения столкнулись с одной проблемой. Все расходы по составлению проектно-сметной документации ложатся на их хрупкие бюджетные плечи. Сегодня для того, чтобы участвовать в любых программах капитального ремонта строительства, нужна проектно-сметная документация, ПСД так называемая. К сожалению, это ложится сегодня на плечи общественных университетов, образовательных организаций. Большинство вузов не имеют такой возможности сами за свой счет разрабатывать эту документацию. Говорили также и о нехватке на рынке труда представителей инженерно-технических специальностей. Я вам приведу пример на одном из больших совещаний. Строители задают вопрос, дайте нам инженерные специальности, специалисты, инженеров-строителей. Вы знаете, какой бум у нас строительства и в республике, и в Архизе строятся гостиницы, и, к сожалению, и строительные специальности, и сварщиков не найдешь хороших, потому что мы их очень и очень мало выпускаем. Решению этих и других вопросов будет уделяться самое пристальное внимание, в том числе путем внесения предложений по корректировке соответствующих статей федерального законодательства. Мурат Жангёсов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Плодотворный досуг для студенчества. Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии прошел интеллектуальный турнир по игре «Лига эрудитов». В состязании приняли участие 8 команд, представляющие различные вузы и республики, а также представители молодежных движений. За ходом интеллектуального состязания наблюдал и Алихан Лепшоков. Развитие студенческой среды – тренда на интеллектуальный досуг. Это и есть основная цель проведения интеллектуального турнира игры «Лига эрудитов». Автор и ведущий проект Амиран Зугов задавал разные вопросы, в частности, касаемо истории Карачаева-Черкесии. Приседатель жюри и заместитель министра по делам молодежи республики Расул Найманов подчеркнул, что в ходе игры можно заметить уровень эрудиции знаний у студентов. И мы надеемся, что такие мероприятия станут началом нашего тесного сотрудничества с молодежью. Мы хотим задать такой том, при котором молодые люди могли бы не только участвовать в этом процессе, но и приходя сюда просто приобщаться и понимать, что это место их дом, что это то пространство, которое в каком-то смысле работает для них. И для нас это еще является таким дополнительным поводом, чтобы, может быть, уже сразу задать для себя такую планку, при которой мы бы хотели, чтобы весь год наш прошел с максимальной вовлеченностью для молодежи, с одной стороны, а с другой стороны, с тем, чтобы мы могли вещи, которые мы притворяем в жизни, сделать максимально комплексными. Та команда, кто быстрее нажмет на сигнальную кнопку и правильно ответит на все вопросы турнира и станет победителем игры «Лига эрудитов». Для нас это возможность с пользой провести наш досуг, узнавая что-то новое для себя и поближе познакомиться с другими участниками, отмечают студенты. Мы готовились к более серьезным вопросам, нежели кто певец, кто спортсмен. Мы готовились к географии, истории Карачаева, Черкесии. А так, в целом, игра хорошая. Мы учимся соревноваться между собой и придерживаться определенных правил. А веселье всегда весело, познакомиться с новыми студентами, с другими ребятами. Я считаю, в первую очередь, это получение знаний, знания о своей родной республике, о своем отечестве. Я считаю, что это основное, что должен знать каждый человек о своем доме, в котором он живет. Ну и во второй очереди, это уже новый способ общения, коммуникации, знакомства с новыми ребятами. И, само собой, просто приятное время предпреждения. В итоге победителем интеллектуального турнира «Игры Лига Эрудитов» стала команда КЧГУ имени Умара Алиева. А второе и третье место получила команда Северокавказской государственной академии. А отдельным призом от автора проекта Амирана Дзугова досталась команде «Молодая гвардия» молодежного движения партии «Единая Россия». Али Халибшоков, Максим Долгов, Вести Карачаево, Черкесия. И последнее. С 28 января в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в целях безопасности приема и обслуживания налогоплательщиков в операционных залах осуществляется исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса онлайн-запись на прием в инспекцию. Федеральная налоговая служба России также предоставляет возможность получить налоговые услуги через интернет удаленно со своего домашнего или рабочего компьютера, смартфона, без личного визита на налоговый орган. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский».